Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 12. Вопрос 2623. «Есть ли размышления зарубежных архиереев о русском языке? Или они так и уходили из жизни, считая, что церковно-славянский язык нужен людям?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мне в руки труды их не попадали, но допускаю, что были такие возрожденные и смелые, но мне не удалось близко быть с ними. Есть чуточку рассуждения епископа Григория Граббе». Цитата. «Судьба каждого человека когда-то постареть и подкрадывается это незаметно, часто давая себя знать после какой-нибудь болезни в старости. Я огорчался, когда меня вышибли из синода еще способным к работе, а когда заболел во Франции после трех недель в больнице, совсем не мог ходить, то увидел ясно, что моя активная песенка спета «Деваться некуда». Надо только благодарить Бога, когда что-то в ограниченном размере еще можешь сделать. Надо помнить, что всякая наша немощь не от интриганов, а по воле Божьей. «Слава Богу, что убирает Господь из мира сего нескоропостижно, дает время для покаяния». Надо благодарить Бога, если дает возможность что-то хоть малое, полезное делать и пользоваться случаем, когда Бог дает такую возможность. Мне сейчас Он дал силы написать работу о церкви и послал мне много нечаянного материала. Я понимаю вашу мысль относительно богослужебного языка и особенно в отношении молитвослова. У меня являлась мысль, что для начала надо было бы ограничиться некоторой русификацией, а не полным переводом молитвослова, хотя бы сокращенного. В нем перевести малопонятные слова и обороты с похожей на славянский язык внешностью. Но это большая работа, для которой я не подготовлен и не мог этим заняться. Для знатоков и любителей славянского это, вероятно, звучало бы святотатством, но помогло бы сохранить хотя бы некоторый звук славянского и понимание его в некоторых случаях облегчить даже интеллигентам. Что вы думаете? Конец цитаты. Если священники претендуют на звание пастырей, пасторов, то нужно же иметь и овец, а не всеядных гиен и шакалов. Порок Исаия 13.22 Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Сирахова 13.22 Какой мир у гиены с собакою, и какой мир у богатого с бедным? Я сын пастуха и пас много лет и овец, и коров. Нужно знать, что может повредить животным, где лучшее пастбище и где хороший водопой, где могут твои подопечные лучше отдохнуть, как их сохранить от волков. Если ничего из этого священники не умеют делать, то они не наемники, а лютые волки, не щадящие вверенных им овец. Деяние 20.29.30 Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Псалом 22.2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Иезекииля 34.2 «Сын человеческий, изреки пророчества на пастыре Израилевых, изреки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, и не стадо ли должны пасти пастыри». Непонятный язык – это непроглатываемая масса И потому скотинка голодная И будет искать, где бы ущипнуть доброго корму. «Мне ничего от вас уже не надо, Переборол последние толчки, Смотрю сквозь щель с той стороны ограды, И я не должен никому почти. Во сне бесчисленно от смерти убегал, С холодным потом возвращался в тело, Срывался с альпинистами со скал, Когда мой штырь забит был неумело. «Не спотыкайтесь о мои заслуги, Соблазны не мозольте на скамейках, Кто семилемешным воспользуется плугом, Им целину взрывал, хоть не всегда умело. В наследниках моих не одиночки Сумейте сохранить и преумножить, Мой опыт благовестия живым сгодится очень, В преображении тем, кто на Христа похожи». Сотрутся в памяти последние следы, Сопровождающие мысли и деяния, Предупреждал, дел будет не впродых, Моим воспользуйтесь же опытом и знанием. Имейте юмор трезвый и улыбку, Ведите растерявшихся к загону, И без предвзятовсти учитесь на ошибках Во свете истины библейского закона. За лидерство не бейтесь понапрасну, Быть пастырем ответственно и страшно. Стакан воды подай, Пролей рекою в массы, С усердием зови И обработай пашню. Я не инспектор вам, Но пристально смотрю, Прошу не культивировать потом мои ошибки. Закон любви, Единственный ваш крюк, На нем, как знамя, И мои пожитки. Сопровождающая мне нужна молитва, Не канонизировать пропущенные буквы, За гранью дней, Затворенной калитки, Мой мирный труд и битвы совокупно. 4 февраля 2005 год. Игнатий Лапкин